Перспектива долгосрочной стабилизации поствоенной обстановки неразрывно связана с обеспечением безопасности. В отрыве от этой проблематики не может серьезно обсуждаться ни один масштабный региональный проект развития. Вопрос успешной реализации намеченных задач упирается в необходимость полного устранения всех рисков. Ответственность за их нейтрализацию в равной степени распределена между участниками трехсторонних договоренностей по Карабаху. Свою часть общей миссии Азербайджан выполняет последовательно и добросовестно, не оставляя никаких пробелов. Баку решительно настроен на региональную кооперацию и предпринимает в этом направлении реальные шаги. Армения в силу политической нестабильности находится в стадии поиска баланса между собственными стремлениями и возможностями. Говорить о полноценном вкладе Армении в региональную безопасность можно будет лишь после того, как эта страна преодолеет турбулентность. Признаков того, что это случится в ближайшее время нет. Тем не менее, действующие власти Армении обязаны мобилизовать все имеющиеся ресурсы на предотвращение нежелательных сценариев. Эта задача исходит как из краткосрочных, так и долгосрочных интересов Армении. Как минимум на данном этапе следует приветствовать тот факт, что из Армении в Карабах больше не отправляется молодежь для прохождения военной службы. Что касается России, то она располагает весьма обширным инструментарием, представляющим большую важность в контексте региональной безопасности. В частности, Москва имеет реальные рычаги воздействия на Армению. Своевременное задействование этих рычагов способно удержать Ереван от импровизации, несущих деструктивный заряд. Присутствие российского военного контингента в Азербайджане является одной из эффективных контрмер против подобных угроз. В то же время есть необходимость в некой диверсификации функционала миротворческих сил России. То есть их потенциал должен быть использован для нейтрализации потенциальных угроз, исходящих не только от Армении. В свете намеченных целей по устойчивому развитию региона требуется зачистка Карабаха от армянской сепаратистской группировки. В настоящее время в Нагорном Карабахе находятся несколько десятков тысяч мирных жителей армянской национальности. Это граждане Азербайджана, правовой статус которых в обозримом будущем будет зафиксирован в документальном порядке. Преступное сообщество ведет среди граждан Азербайджана подрывную работу, препятствующую полноценной реализации мирных инициатив. Суть этой подрывной работы сводится к поддержанию опасной иллюзии государства в государстве. Принимая во внимание поствоенный эмоциональный дисбаланс, можно предположить, что часть аудитории подвержена этой иллюзии. Подобное зомбированное состояние служит скверным подспорьем для объективного восприятия реальности. Безболезненный вывод обманутых людей из этого состояния представляется одной из приоритетных задач на данном этапе. Не в последнюю очередь эта задача стоит перед российским военным контингентом, так как речь идет о непосредственной зоне его ответственности. Обеспечение безопасности населения является прямой обязанностью миротворческих сил и должно носить всеобъемлющий характер. Сепаратистская группировка должна быть лишена всех рычагов воздействия на армянское население Карабаха. Приходится констатировать, что в настоящее время дела обстоят совершенно иначе. Так на днях был объявлен зимний призыв в так называемую армию обороны Карабаха. По сути, речь идет о незаконном вооруженном формировании, в которое целенаправленно вовлекаются молодые ребята. Нет никаких сомнений в том, что в подавляющем большинстве случаев это делается против их воли и воли их родителей. В этом и заключается опасность навязанной им иллюзии так называемой независимости, которую старательно поддерживает недобитая свора сепаратистов. Армянские граждане Азербайджана вынуждены подчиняться незаконным решениям, которые принимаются преступным сообществом, судорожно имитирующим легитимность. В противном случае они рискуют столкнуться с проблемами, которые могут создать эти бандиты. К сожалению, к поддержанию этой иллюзии волей и неволей причастны полномочные представители России, тесно контактирующие с лидерами сепаратистов. Понятно, что эти контакты обусловлены соображениями гуманитарного порядка. Между тем преступное сообщество трактует их по-своему, опрометчиво полагая, что находятся под защитой России. Едва ли подобные интерпретации отвечают интересам России, поскольку содержат в себе серьезные имиджевые риски. Тем самым совершенно очевидна необходимость декларации Москвой четкой и принципиальной позиции в отношении армянских сепаратистов. Должны быть незамедлительно приняты меры по пресечению вербовки армян Азербайджана в незаконные вооруженные формирования. Призыв на территорию Азербайджана осуществляется исключительно в ряды азербайджанских вооруженных сил. Все остальное от лукавого. Любым чреватым людям должен быть положен конец. На этом точка.